Сегодня 16 июня 2016 года. Работайте, работайте. Мы сегодня трудимся утром. Так Андрей отошел. Вот убирает траву. Скажи на камеру. На камеру? А ты как раз говоришь на камеру. Арбузики польем, чтобы здесь так и глину берем. Траву надо убирать тут. Плюс тем более еще ограждение от этого гниет, от сырости внутри травы. Брат Никита тоже трудится. Крапиву выдергивает. Вот. Это мы дрова не навозили по весне. Дальше. Вот, видите, у нас каждое утро пилит. Особого желания, конечно, нету, но куда денешься. Надо пилить, чтобы можно было приготовить. Вот Нестор держит палочку в зубах из-за того, что много болтает. Они держат, они тоже много болтают. Вот, Андрей тоже взял. Андрей, все, прекрати. Работай давай. Вот Игнать Ильич разговаривает с Романом. Это все подействует положительно на психику. Вот так. Если этого не будет, ничего не будет. Видишь, вот, ну, подожди. Сейчас с ним разговариваем. Я говорю, последний по интернету, говорю, что у тебя глаза там бегают. Служил нет в армии. Он отвечает. Я сразу верить или не верить. Помолился. Вижу психически больной человек. Больной. Я говорю, а как ты, когда это состояние, бросаешься, нет? Сейчас я не бросаюсь. Я не про это спрашиваю, говорю. Ну, было такое, да. Бросался. Чем теперь спрашиваю? В руках что-то у тебя было или не было, когда там дрался или что-то? Ничего не было. Ничего не было. Ничего не дрался. Ну, ну, я знаю, это люди такие, они, он говорит, а он сразу раз зубы показал, саблезубий кин. Вот это поднимать. Я один, конечно, поднимаю, другой бери. Он подошел, даже не поднимал. А мне-то тяжело. А почему? Ну, если бы я отдохнул. До утра еще, до завтрака. Ну, мне этого сна мало. То есть, дети спят 8 часов, 9. Во сколько отбой? В 10? В 9? В полдесятого вчера был. В полдесятого. И, ну, пойдем, скажем, в полдесятого, если там что? Два с половиной часа и здесь четыре с половиной. Добавь. Два с половиной, четыре с половиной. Что получается? Девять часов. Четыре с половиной и два с половиной. Четыре, пять, шесть. Семь часов. Я правильно сказал? Четыре. А, они в пять встают? Да. Пять. И там шесть, семь, пять, шесть, семь, семь с половиной часов. Это вполне достаточно. Больше семи часов это деградация. А ты взрослый дядька, тебе не хватает. Ты должен рано вставать. Работать. Вообрази, у тебя десять детей, надо прокормить. Еще. А оплодотворить это не надо никакой. Ума никакого не надо. Вот сейчас выбрать все это. Видите, призовем, он это сделает. Все, работай. Сегодня сейчас поедим и сразу уходим в лес. А что такое психически больной? Психически больной, то есть ненормальный. Сатаной одержимый. Когда он делает то, что не положено. Психически больной. А безумный это кто? А безумный совершенно не понимает. Этот временами бес отступает, когда в новолуние там то другое. А безумный у него вообще нет никакого. Он все делает вверх ногами. То есть психически больной это временами безумный? Временами. То есть он психически больной, но он приходит в разум. Психически это душа больная. Больная душа бывает там под разными причинами. Вот так. А Господь нам сказал, что нельзя называть человека безумным. А ты не называй его, он безумный. Чего его называть? Ну психически больной... Ну тогда не надо называть. Давай ему справку выдадим. Он годен в космос. Ну не возьмут в космос. Психически нормальный. Безумный. Безумный брату твоему сказали. А он не брат в первую очередь. Златоуст говорит, безумнейший из безумных, кто Бога отрицает. Сказал безумный из сердца, что им нет Бога. А Христос там говорит, безумные и слепые парисеи. Как это нельзя? Ну это Бог говорит. А? Бог говорит, да. Да как говорит. Апостол Павел говорит, ты сын дьявола, враг всякой правды. Безумные люди отрицают Бога. Это везде говорится. Ты не называй брата безумным. Работай, зубы не показывай. Это на меня уже он смотрит. Безумным сказал, не называй. А ты сам-то не будь безумным. А если ты безумный, у тебя везде будешь ты безумный. А называй, не называй. Что называть? Безумный. Слабый. Гимнастикой не занимался. Я видел человек больной, больной. И как его натренировали. Оказался каким-то там в городе чемпионом. Это каждый день на тренировку. Вот это бревно он поднимает. Один теленка. Родился теленок? Ну теленок там на килограмм 50-40. Он его на плечи. Теперь уже бык настоящий. Он все еще поднимает его. Он каждый день его поднимает. И с ним старается бегать. Два брата были такие. Шампиона в России. Вся, уходим. Сейчас я пойду. Сейчас я пойду. Тимофей, а ты че стоишь бездельничаешь? Че это такое? Ну? Это нам больше, чем полено. Это дрова. А че у вас дрова сложили под козел? Зачем? Все, бегом. На молитву сперва. Куда вы? Слушай, быстрей. Я сказал. Они меня предупредили. Не убрали, уберут. Это никакая не беда. Так, когда колокол ударит, бежать только бегом. Всем на молитву. До одного. Если кто с нами обедает. Господи Божий наш, слава Тебе. Благодарим Тебя за великие милости, явленные в этом дне. Умудри нас воспалением. Освяти дары, посылаемые Тобой словом истинной молитвы. Аллилуйя. Аминь. А почему не крестишься? Перебирай, что-то в руках стоишь. Нет, да ты к вам не все как следует. Ты что играешь-то? Брось все в руках. А ну-ка, давайте поклонимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну нормально, все. Вот смотрите. Вот это называется грабли. Вот это тяпка. Некоторые даже не знают название. Тяпка. Я не знаю по-другому как называется. Окучник. Не знаю. У нас тяпка назывались. Ну и тяпка тоже. Про грабли. Про грабли есть поговорка. Наступать на те же самые грабли. А что на них наступать? Она все наступает. Человек ест под ногами и мы наступаем на это. Ну вот лежит, допустим, вот это... Это называется круг, а село тащить. Ну вот лежит. Ну я его не убрал. Ну человек пробежал, наступил. А еще нет. Ну заткнулся, упал. Ничего из этого не будет. Конечно это не хорошо, что он на земле лежит. Но бывает. Мы его положили туда, он выкатился. А грабли... Вот смотрите. Ну допустим, вот покажу еще что. Вот это один. Это у нас лопаты. Вот лопата. Лопата лежит. Вот я бежал и наступил на нее. Что дальше? А ничего нет. Лопата. Могу ногу порезать. Поговорки никакой нету. Это лопата. Лопата. Вот это отрезается на курьих ножках. Избушка. А вот это грабли. Грабли хранятся только вот так вот. Где-то чтобы они лежали к верху. Вот так вот. Вот так проработало. Грабли вот так поставь. А не так, что тяпка в прошлом году встал в дверях. Парень стоит. У нас тут один такой был. Вот так держит тяпку. А ребятишки бегут. А тяпка как бритва наточенная. Ну и что дальше-то? Они могут ногу порезать. Тяпку бросил, а ты в траве ее не видел. Наступил. Что дальше будет? Ходим босиком. Я поезжу ногу. Вот я наступил. Что дальше будет? Она облак порезает. Сейчас не надо ничего говорить. Андрей. Не надо выставить. Никто не разрешал разговаривать. Тяпка точно та же хранится. Но я сейчас речь веду о граблях. Есть такая поговорка. Наступать на те же грабли. На лопату наступил, ничего нету. Грабли поставили неправильно. Не так сверху. Вот так вот. А вот так вот. Так. Ну иди наступи. Ты ноги все время выгибаешь. Наступай на грабли. Наступай. Ну. Все. Полбу. Но она не может по-другому. Ну кто? Наступи иди. Ну наступи на него. Руки не вытягивай. Вот. Ну наступай еще. Кто кому охота наступить. Давай, Андрей. Только руки не вытягивай вперед. Давай. Ну наступай быстро. С дорогой как ведешь. Вот. То есть она по лбу бьет. То есть. Это. Грабли. Это инструмент против дурного лба. То есть. Опять на те же грабли. То есть. Те же самые ошибки повторяем. Начали перестройку. И не знаю что дальше делать. Развалили государство. Все. Теперь бьет. Вот сейчас шенгенская зона есть. Ну открыл я визу в Польшу. И могу ехать до Португалии. Скандинавию. Везде могу ехать. Если я открыл визу, допустим, ближнее государство, то там не надо открывать. Вот как. Смотри. Наступать на те же грабли. Значит грабли хранить только вот так вот задерживать. Вот. Поняли? Поняли. Так. Грабли валяются. Ну-ка. Подбери кто-нибудь. Положи. Поставь их. Так. Вот так правильно. Но так как мы тут бегаем, заложи их туда. Хорошо поняли? Да. Так. Постель убирать после завтрака. Тетя Люба сказала правильно. Но до обеда, надо сказать, до завтрака оно проветрится. Как проветрится, закроете и все будет. Так. Дядя Володя, это у меня лучший работник. Я его взять не могу в лес. Мы уходим, мужчины. Так. Мы с матушкой договорились. Она сейчас приходила. У нее готовить там негде. Там то другое. Готовить будет у Надежды Васильевны. Завтра тебя будет кормить там. Она принесет яйца. Мяса в лагерь нет. У тебя мясо будет все. То есть кормить тебя будут так, чтобы ты достойно работал. У Надежды Васильевны рядом. Она принесет, а та готовит. Ну чтоб пища была, скажи, не горячая. Она любит копаться долго. Посмотрим, что будет. Не сарапать шею. Понятно с тобой. Они хотели дать. Я говорю, нет. Трудящийся достойный пропитания. У тебя человек работает. Ты работаешь, чтобы тебя наняли, не выгнали. Матушка не обидит. Она платит хорошо. Тебе нужны деньги. Слышишь, как разговор идет? Вот Володю везде. Даю кого-то. А да нет, это дайте Володю. Володю везде. Дрова колоть. Навоз выкинуть. Дайте Володю. Почему? Ловкий. Быстрый. Это Бог делает так. Умудряют. Он просил об этом у Бога. Чтобы во имя Христа уметь все делать. Вы сейчас, я копаю, позавтракайте. И сразу милем. А вы остаетесь двое. Двое, как вчера были. Идем в лес. Идем к Виктору, берем его и сразу в лес. Рубашку надеть сверху, чтобы комары не прокусали. Там комаров море. И работать. Я тебя спросил, чего глаза-то с кровью? Что-то не знаю. Ну, не ладно. Промыть надо или что? Сна не хватает. Все выступает, я говорю, не выступает. Это не подходит нам. Ложить раньше. Отдельно совершать вечернее правило. Ложить раньше. Но чтобы между ужином и сном было не меньше двух часов. Поэтому ужин на 7 у нас? С детьми вместе. Может ложиться на час на два раньше. Если больше семи часов человек спит, это уже идет деградация мозга. Разрушение. Это уже вы. Ты все время должен сокращать. Вот Елизаров, костник, который натягивает, чтобы кости не с российского попало. Ученый, профессор, академик. Он три часа спал. Открывший электричный традиционный три часа. Леонардо да Винчи, кажется, два с половиной. Это борьба. Сон это один из показателей духовной жизни. Где сон, там и блуд. Они в обминку идут. Это два вместе идут. Во время услады сосном я был зачат, Соломон говорит. Так, уходим. Все, хвоточки. Ну, у кого-то нет. И вон, греевне. Какая-то грязная кряточка. Выложи и отходи. Сейчас ты все потом уберешь в воде, иначе они с ногами пошибают и порезут. Так, ну что вставить? Его кто несет? Дядя Володь, что несет? Сейчас, сейчас. Где он, Никита? Ну все, Слава Христу. Слава Христу.